Беседы Христа последних дней Слова о самопознании Отрывок Ключ к достижению изменений в характере заключается в познании собственной природы, и это должно произойти в соответствии с воздействием Бога. Только через Божье Слово можно познать свою собственную гнусную природу, распознать в своей природе различные яды сатаны, осознать свою глупость и невежество и признать слабые и отрицательные элементы своей природы. После того, как все это полностью осознано, и ты по-настоящему способен возненавидеть себя и восстать против плоти, последовательно исполнять Божье Слово, неуклонно стремиться к истине при исполнении своих обязанностей, добиться изменения своего характера и стать человеком, по-настоящему любящим Бога, «Тогда ты встанешь на путь Петра». Без благодати Божьей и без просвещения и водительства от Святого Духа было бы сложно идти этим путем, потому что люди не обладают истиной и не способны восстать против себя. Чтобы идти путем совершенствования, по которому шел Петр, в первую очередь требуется решимость, наличие веры и готовность полагаться на Бога. Более того, нужно подчинить себя работе Святого Духа. Ни в чем нельзя обойтись без Божьих Слов. Это ключевые аспекты, ни один из которых не может быть нарушен. Познавать себя через опыт весьма непросто. Без работы Святого Духа это бесполезно. Чтобы идти путем Петра, нужно сосредоточиться на познании самого себя и на преображении своего характера. Путь Павла не был путем поиска жизни и сосредоточения на самопознании. Он, в частности, делал упор на выполнении работы, на ее влиянии и темпе. Его мотивация состояла в том, чтобы обрести благословение Божье в обмен на свою работу и страдания и получить награду от Бога. Такая мотивация была неверной. Павел не направлял свое внимание на жизнь, как и не придавал значения возможности достичь изменения характера. Он сосредоточился лишь на наградах. Поскольку цели его были неправильными, путь, которым он шел, тоже, конечно, был ошибочным. Это вызвано его надменной и самодовольной природой. Очевидно, что Павел не имел истины, как не имел он ни совести, ни разума. Спасая и меняя людей, Бог в первую очередь преобразует их характер. Цель его слов заключается в том, чтобы в результате добиться в людях изменения характера и возможности познать Бога, подчиниться Ему и поклоняться Ему обычным образом. Такова цель Божьих слов и Его работы. Метод поиска Павла прямо нарушал Божьи намерения и был с ними в конфликте. Он полностью противоречил им. С другой стороны, метод поиска Петра всецело согласуется с Божьими намерениями. Он сосредоточился на жизни и на изменении характера. И это в точности тот результат, которого Бог желает достичь в людях посредством своего труда. Соответственно, путь Петра благословен и обретает Божье одобрение. Поскольку путь Павла противоречит Божьим намерениям, Бог ненавидит и проклинает его. Чтобы идти путем Петра, нужно знать Божье намерение. Если человек воистину способен полностью понять Божье намерение посредством его слов, что означает понимание того, что Бог хочет сделать из человека и, по большому счету, какой конечный результат он желает получить, только тогда можно в точности понять, каким путем следовать. Если ты не в полной мере понимаешь путь Петра и просто имеешь желание следовать ему, тогда ты будешь не в состоянии вступить на него. Другими словами, ты можешь знать много доктрин, но в конечном итоге будешь не способен войти в реальность. Хотя ты и можешь совершить поверхностное вхождение, ты не сможешь достичь никакого истинного результата. В наше время у большинства людей очень неглубокое понимание себя. Они совершенно не пришли к ясному познанию того, что является частью их собственной природы. Они знают лишь о немногих выявляемых ими развращенных состояниях, о том, что они склонны делать, или о нескольких своих недостатках, и это заставляет их думать, будто они знают себя. Если же, кроме того, они следуют нескольким предписаниям, следят за тем, чтобы не совершать ошибок в определенных областях и умудряются уклониться от кое-каких прегрешений, тогда уже они считают, что в своей вере в Бога обладают реальностью и что они будут спасены. Это всецела игра человеческого воображения. Если ты будешь этому следовать, разве у тебя появится способность удержаться от совершения каких-либо прегрешений? Разве ты уже достигнешь истинной перемены характера? Действительно ли ты воплотишь подобие человека? Сможешь тем самым истинно угодить Богу? Абсолютно нет. В этом можно быть уверенным. Вера в Бога действует только тогда, когда у человека высокие стандарты, он уже обрел истину и определенные преобразования в своем характере. Это требует, прежде всего, преданности делу познания самого себя. Если у людей познание себя слишком поверхностное, то будет невозможно разрешить проблемы, и характер их жизни просто не изменится. Необходимо познать себя на глубоком уровне, что означает познание своей собственной природы, из каких элементов эта природа состоит, откуда они взялись и как возникли. Более того, способен ли ты по-настоящему это ненавидеть? Видел ли ты свою собственную уродливую душу и свою нечестивую природу? Если ты действительно способен видеть истину о себе, то ты возненавидишь себя. Когда ты ненавидишь себя, а затем притворяешь Слово Божье в жизнь, ты обретешь способность восстать против плоти и получишь силу исполнять истину, не считая ее обременительной. Почему многие люди следуют своим плотским предпочтениям? Потому что они считают себя весьма хорошими, полагая, будто их поступки верны и оправданы, будто у них нет недостатков и даже будто они всецело и полностью правы. Поэтому они способны действовать, исходя из того, что справедливость на их стороне. Когда человек осознает, какова его истинная природа, насколько она уродлива, отвратительна и ничтожна, он уже не слишком гордится собой, не настолько безудержно надменен и уже не так доволен собой, как это было раньше. Такой человек думает, я должен быть серьезным и практичным, притворяя в жизнь часть Божьего Слова. Если я не сделаю этого, то не буду соответствовать мерилу человечности и буду слишком пристыжен, чтобы жить в присутствии Божьем. Он действительно видит себя ничтожным и абсолютно незначительным. В такое время ему легко жить по истине, и он выглядит гораздо ближе к тому, каким надлежит быть человеку. Только когда люди по-настоящему ненавидят себя, они способны восстать против плоти. Если в них нет ненависти к себе, они не смогут восстать против плоти. Искренне ненавидеть себя – дело непростое. Для этого необходимо несколько вещей. Во-первых, знание собственной природы. Во-вторых, осознание своего жалкого состояния и несостоятельности, осознание себя, как совершенно маленького и незначительного, и знание своей презренной души, своей грязной души. Когда человек во всей полноте видит, каков он в действительности, и данный результат достигнут, тогда он на самом деле обретает знание себя. И можно сказать, что он пришел к полноте самопознания. Только тогда он сможет воистину ненавидеть себя и пойти настолько далеко, что проклянет себя, действительно чувствуя свою глубочайшую прельщенность сатаной. Такую, что он уже более и не напоминает человека. Затем однажды, когда появляется угроза неминуемой смерти, он думает, это праведное наказание Божье. Бог воистину праведен. Я действительно должен умереть. В этот момент он не будет предъявлять жалоб и уж тем более обвинять Бога. Просто ощущая, что он настолько беден и жалок, настолько скверен и развращен, что Бог должен изгнать и уничтожить его, и душа, подобная ему, непригодна для жизни на земле. Как следствие, такой человек не будет жаловаться на Бога и противиться Ему, и уж тем более не предаст Бога. Если он не знает себя и все еще считает себя весьма хорошим, тогда при возникновении угрозы смерти этот человек подумает, «Я так славно верил в Бога. Как я стремился. Я так много отдал. Я столько страдал. И в завершение всего Бог теперь просит меня умереть. Я не знаю, где праведность Божья. Почему Он просит меня умереть? Если я должен умереть, кто же будет спасен? Не будет ли это концом рода человеческого? Во-первых, у этого человека есть представление о Боге. Во-вторых, он ропщит, и он не выказывает никакой покорности. Это подобно ситуации с Павлом. Когда Павлу предстояло умереть, он не знал себя. И когда пришло Божье наказание, было уже слишком поздно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok